Комментарий неделицы Первый. Надо опасаться недоучек в политике, поскольку ни к чему хорошему их действия не приводят. В данном случае я имею в виду президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который учился, но так и не доучился на каталонского филолога, не сумев закончить университет. Когда в прошлом году парламент Каталонии избрал Пучдемона президентом, то тот сразу пообещал национально-освободительную революцию. Его ничуть не смущало, что независимость Каталонии поддерживает не более трети жителей провинции, что и подтвердил недавний референдум, на которое пришло немногим более 40% избирателей, из которых 10% проголосовали против. Пучдемон заварил кашу, которую явно придется расхлебывать другим. Второй урок подтвердил очевидную заинтересованность России в политическом хаосе в странах Европейского Союза. Кремль высказался в поддержку территориальной целостности Испании, но официальные заявления, звучащие из Москвы, даже очень наивные люди уже не воспринимают всерьез. Более показательна реакция подконтрольных Кремлю масс-медиа, в которых восхваляется подвиг Каталонии и высказывается надежда, что аналогичный подвиг могла бы повторить и Бавария, в результате чего и крупнейшая страна Евросоюза Германия погрузилась бы во внутриполитический кризис. В этом контексте абсолютно не удивляет радость российских комментаторов по поводу того, что на недавних парламентских выборах в Германии многие русскоязычные немцы голосовали за пронацистскую группировку «Альтернатива для Германии». Третий урок, пожалуй, наиболее важен. Современный мир очень взаимозависим. Ни одно государство и тем более автономная провинция не могут без негативных последствий делать то, что придет в голову их недалеким правителям. Парламент Каталонии может объявить о независимости, которую, естественно, не признает ни одно государство. И это объявление на поверку окажется пшиком. А такой пшик никому, за исключением России, не нужен. И меньше всего он нужен самим каталонцам. Продолжение следует...